В Пятигорске вынесли приговор трём мураженцам Северного Кавказа, которые признаны виновными в подготовке организации терактов. Банда появилась в 2009-м. Обычно преступники убивали местного жителя, похищали его машину, начиняли её взрывчаткой и активировали в людном месте. Всего в деле насчитывается 236 томов. Константин Крылов выслушал решение суда. На скамье подсудимых последний из активных участников бандитской группы, которая пыталась установить власть террора в так называемой Ногайской степи, на территории Ставропольского, Краснодарского края и Ростовской области. Они разработали схему совершения терактов, в соответствии с которой предполагалось использовать автотранспорт в качестве камуфляжа для взрывного устройства и средства усиления поражающего эффекта. В основном в качестве оболочки использовались автомашины, такси. При этом они никогда не оставляли в живых их владельцев. В прессе же их прозвали бандой неудачников. Экстремисты несколько раз пытались организовать масштабный теракт. Но довести задуманное до конца им удалось лишь однажды. Сегодня, спустя два года, уже мало что напоминает о взрыве, который прогремел здесь, на проспекте Кирова в центре Пятигорска. Но тогда взрыв был действительно устрашающей силой. Частично были разрушены несколько летних кафе. Мы вот сейчас стоим как раз на месте одного из них. Пострадали припаркованные поблизости автомобили и здания по соседству. Осколками взрыва задело даже проезжающий мимо трамвай. Он ходит по другой стороне улицы. Иж по счастливой случайности никто из людей не погиб. Еще было неудачное покушение на офицера вооруженных сил в Ставрополе. В последний момент пистолет дал осечку. Затем там же предотвращен теракт возле кафе «Глория». Прохожий заметил мертвого водителя в заминированной машине и вовремя вызвал полицейских. Преступления не доведены до конца. Не все предпреступления. Но вместе с тем всем известно, насколько это, как у нас говорится, характер и степень общественной опасности совершенного преступления. Что могло повлечь совершение данных взрывов, если бы они реально в Ставрополе и Железноводске были доведены до конца. Взрыв возле отделения полиции в Железноводске мог стать самым страшным деянием боевиков. В гараже по соседству они приготовили больше 100 килограммов взрывчатки. Но по следу уже шли оперативники. И незадолго до готовившегося теракта главарей банды схватили. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания назначить Абдурахманову Исламхану Алимхановичу наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Отбывание части срока наказания 5 лет лишения свободы назначить Абдурахманову в тюрьме. 22, 24 и 25 лет строгого режима. Приговор в точности, как просило гособвинение. За свою непримиримость, а никто из осужденных так и не стал давать показания и сотрудничать со следствием, преступники получили практически максимальные сроки. Мой подзащитный себя виновным не признает. Поэтому я считаю, что достаточных доказательств вины невозможно собрать. Поэтому мы будем оспаривать. Впрочем, апелляция скорее формальность. Даже сами адвокаты признают, что шансов на оправдательный приговор у их подзащитных практически нет. Константин Крылов, Константин Шеляпин, Алексей Гончаров. Место происшествия.